Более 100 тысяч редких книг и уникальных картин вывезено из России. Около 500 музеев разграблено, свыше 3000 памятников уничтожено. Великая Отечественная война за 4 года она не только унесла жизни миллионов людей, но и сожгла, разрушила, стерла с лица земли сотни тысяч творений великих поэтов, писателей, художников и композиторов. Но отнюдь не бомбежки главные враги культурного наследия. Наводнения, пожары, неправильное хранение. Все это может и наносит вред бесценным экспонатам. Наша цивилизация по сегодняшний день включительно, и увы, завтра, по-моему, тоже. Цивилизации войн и революций, другого пока не вижу, все остальное в мечтах. Гибнущие ценности одно из самых страшных явлений. Спросить историка, какой музей спасать первым, какой вторым, я бы даже не уничтожала музей Ленина. Я бы не уничтожала музей подарков товарищу Сталину. И в назидание всем показывала бы. Но как сохранить для потомков шедевры? Этот вопрос волнует человечество с древних времен. Еще полвека назад во всем мире было принято строить многоэтажные хранилища со специальным микроклиматом. Сегодня крупнейшие библиотеки и музеи стараются перевести свои экспонаты в цифру. Как выглядят хранилища бесценных знаний 21 века? Можно ли увековечить шедевры культуры навсегда? И какие технологии используют для сохранения исторических экспонатов? Ответы на эти вопросы в нашей программе. Это банк данных Мемориал. В нем хранится порядка 14 миллионов документов о погибших в годы Великой Отечественной войны. Вся информация скопирована с реальных архивных документов, похоронок, справок из госпиталей и медсанбатов, донесений боевых частей о потерях, хранящиеся сегодня в архивах Министерства обороны. Над созданием этой базы в течение пяти лет работало больше пяти тысяч сотрудников компании «ЭЛАР» и еще несколько тысяч добровольцев из разных городов России. Благодаря Мемориалу сегодня без проблем можно узнать место гибели и место захоронения пропавших без вести во времена Великой Отечественной войны. Надо отметить, до появления Мемориала аналогов подобной базы данных в мире просто не было. Именно поэтому разработками компании стали активно интересоваться иностранцы. Мы сделали подобные проекты для немцев, очень сходные по тем немцам, которые погибли здесь в Советском Союзе или находились в лагерях. Для многих иностранных государств мы делали отдельные проекты. Для шведов по поиску судьбы Рауля Валенберга, для американской библиотеки, библиотеки Конгресса США, мы делали проект «Встреча на границах» по различным документам, связанным с присоединением Аляски. Другая тема, которая касается практически каждого – переход на электронные услуги. Сегодня самые разные ведомства предлагают гражданам заполнять анкеты в электронной форме и подавать заявления через интернет. Получение паспорта, архивных справок, документов для подтверждения прав на наследство или прав на собственность – все это должно делаться быстро и бесконтактно. Если документы, за которыми обращаются люди, существуют только на бумажном носителе, их нужно переводить в цифровой вид, и это действительно масштабная работа. Есть очень хорошая такая пословица, которая говорит, что бегать должны не люди, бегать должны документы, информация. Вот проблема заключается в том, что, к сожалению, у нас сейчас этого не происходит. У нас нет информации, которая должна бегать, чтобы обслужить все это. Поэтому у нас теперь бегает не человек, не гражданин, а бегает чиновник. Но мало отсканировать документы. Цифровой архив должен иметь еще и каталог – удобную систему поиска. И если создание фотоизображений можно поручить сканеру, в случае с базой мемориала, фотокопиями для госуслуг и другими проектами, где в первую очередь необходимы сканы документов, специалисты используют документарные сканеры. А вот перевод всех записей в цифровую форму делается вручную и дублируется во избежание ошибок. Такая работа требует привлечения большого числа специалистов. При этом каждому дается свое задание. Распределять части общей работы помогают облачные технологии. Система, которую мы разработали, Актопус, она позволяет в защищенном режиме передать вот эти вот фрагменты документов абсолютно любому человеку на всей территории России, у которого просто есть хороший интернет. Человеку дается просто интерфейс, который он загружает из интернета, никакой предустановки программ, то есть 100% облака. Загружает интерфейс, в нем работает. Затем система собирает воедино все части, поступившие из разных источников. Без такой системы было бы сложно выполнить масштабные проекты. Например, такие, как создание цифрового архива для российской государственной библиотеки. Для того, чтобы каждый желающий мог пользоваться электронными книгами самой крупной библиотеки в России, было отсканировано и занесено в базу данных несколько миллионов картонных карточек. Для того, чтобы расставить эти формуляры, необходим участок площадью в 4,5 гектара. Для сравнения, площадь парка Сат-Армитаж 4,9 гектара. Но сложность не только в объемах, надо учесть особенности оригинала. Если мы снимаем текст, главное, чтобы были видны буквы нормально, четкие, чтобы читаемый был текст. А когда есть какая-то картинка, иллюстрация, тут важно освещение, чтобы было все равномерно, четкость, фокус, чтобы был хороший. Это же касается и сканирования рукописей. В частности, в отделе сканирования бывшей Ленинки ежедневно в цифровой формат переводят редчайшие книги. Для того, чтобы не повредить экспонаты, используют специальные книжные или планарные сканеры с V-образной колыбелью. В результате книги не прижимаются стеклом и не портятся. Вся работа по оцифровке исторического материала проводится в белых перчатках. Малейший жир с кончиков пальцев может запустить процесс полного разрушения бумаги. В данном случае специалистов интересует не только рукописная информация на страницах издания. Важны и фактура бумаги, и рельеф текста. Все детали и особенности с помощью сканера будут перенесены в электронный вариант. Для этого один разворот сканируется по три раза. Каждый раз свет на объект падает под разным углом. Это и позволяет прорисовать еле заметные тени. Очень давно мы снимали старинные деньги, бумажные. И там выпуклость вот эта вот была. И нужно было, чтобы она была видна. Была картина, написанная Лермонтовым. Она была уже в рамке, акварель. Рамка, естественно, тоже имеет высоту. И вот была проблема, чтобы и рамку снять красиво, и чтобы на акварели был фокус. Раньше перед сканированием музейным работникам приходилось создавать для экспоната определенные температурные условия. Поддерживать в помещении для фотографирования необходимый уровень влажности и света. Лишь после этого экспонат изымался из рамы и сканировался. Сегодня от всех подготовительных работ можно отказаться. Для музейных сканеров неважна степень освещения пространства. Более того, широкоформатный аппарат способен отсканировать полотно, карту или рельефный экспонат прямо через стекло, создавая при этом идеальную копию. Много раз такие изображения мы показывали на разных музейных выставках. И удивительно, но эксперты с расстоянием в нескольких метров не могут определить, где настоящий холст, а где фотография на холсте. Разумеется, даже самая качественная копия не заменит оригинала, но она позволит его сберечь. Аромат подлинности вроде бы художественное выражение, но это и психологическое явление. Потому иметь возможность и подержать в руках подлинное, но подстрахованное, это очень ценно и очень хорошо. Для музея цифровой архив – это не только возможность защитить ценные экспонаты, но и открыть доступ к громадному количеству объектов, не представленных в постоянной экспозиции. Ну, это, надо сказать, проблема всех крупных музеев. Конечно, мы, к сожалению, можем показать немного по сравнению с тем, что хранится в фондах. И вот в этом смысле виртуальные музеи – это прекрасная возможность, потому что вот, в частности, здесь, вот в этом музее 2012 года, вы можете в мониторах увидеть ту информацию и те предметы, которые не вошли в эту экспозицию. Для музея, в фондах которого хранится порядка пяти миллионов экспонатов, это серьезная задача. Часто продолжительность таких проектов измеряется нерабочими сменами. Документов настолько много и такой большой объем работы, что, скорее всего, не хватит нашей жизни для окончания. Специфика музейного архива – это большое количество предметов, то есть объемных объектов, для оцифровки которых нужно специальное оборудование. Такое, как, например, 3D-сканеры, которые способны за считанные секунды создать ролик. Посмотрите, это записная книжка с логотипом нашей программы. Кладем ее в световую камеру, подключаем сканер к компьютеру, задаем необходимые параметры и ждем результата. Это тоже 3D-сканер, но более мощный. Он предназначен для сканирования крупных экспонатов. Например, крутящаяся подставка с легкостью выдерживает 250 килограммов. Для сравнения, это вес двух взрослых львов или небольшой статуи. Так как ни одной свободной статуи рядом не оказалось, мы решили проверить, как работает 3D-аппарат на человеке. Итак, подставка, сканер, компьютер. Поехали! За свои мучения и старания наша прекрасная модель получила 3D-ролик. Если она в ближайшее время захочет поиграть в компьютерную игру, ей можно будет не выбирать аватара, а отправить в виртуальную реальность свою 3D-копию. Но если виртуальные экскурсии в интернете пока еще в будущем, то интернет-магазины уже активно используют возможности 3D-сканирования. В результате товар представлен во всей красе. Если самим снимать видео, а затем монтировать ролик, то на это уйдет не один день. 3D-сканер ускоряет процесс в несколько раз. Почему очень многие интернет-магазины жалуются на то, что прежде чем у них купят модель, сначала пойдут в обычный магазин, посмотри, то, что хочется живьем посмотреть. Так вот мы можем сделать 3D-модель, которую можно посмотреть на экране практически 100%, но разве что пощупать нельзя. Поэтому сейчас уже на наших сканерах делают и модели обуви, и сотовые телефоны. Сканеры, системы фотофиксации, облачные среды. Сегодня сложно себе представить, как можно создать цифровой архив без применения высоких технологий. Но способны ли они дать большие, привлечь в библиотеки и музеи тех, кого занимают исключительно компьютерные игры? Смогут ли технологии подвигнуть людей, очень занятых своим образованием и карьерой, на то, чтобы узнать о судьбе деда или прадеда? Судя по первым результатам, можно сказать, что процесс пошел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова